В округе появилась мемориальная доска заслуженному работнику текстильной и лёгкой промышленности Российской Федерации Елизаветы Терёшкиной. На церемонии открытия работала съёмочная группа нашего телеканала. 26 августа 2023 года ушла из жизни генеральный директор фабрики «Пихорский текстиль» Елизавета Терёшкина. Свой путь здесь она начала сразу после института. Сначала была начальником смены, затем технологом. Ей удалось превратить крошечный цех в огромное производство пряжи. А ещё Елизавета Петровна всегда говорила, что в успешной работе нельзя обойтись без команды. Она подарила стране и российским рукодельницам возможность заниматься творчеством со своей отечественной пряжей. И, по-моему, справедливо, что имя её мы увековечиваем в самом дорогом для неё месте на фабрике, которой она посвятила всю себя. И мы приложим все усилия для того, чтобы фабрика дальше работала и развивалась. Елизавета Петровна почти 30 лет возглавляла фабрику. И под её руководством она вышла на новый уровень развития. Стала одним из ведущих предприятий текстильной и лёгкой промышленности страны. Сегодня с теплотой её вспоминают семья, друзья и коллеги. Елизавета Петровна очень большой вклад сделала в мою жизнь. Тяжело очень говорить, конечно. Вместе с Елизаветой Петровной мы проработали 22 года. Рука в руку. Полностью наставником она была. Она как родная мама была всем. Она научила, как себя вести, как вести дело. То есть она постоянно, каждый день, даже сегодня её рядом нету, а всё равно отглас её голоса, вот он в голове. Не секрет, что Елизавете Петровне удалось возродить производство. А таких сегодня случаев не так много. У нас есть замечательный кабинет технологий, который оформили представители фабрики, конечно, с лёгкой руки. Елизавета Петровна и наши дети занимаются ручным трудом. Очень много изготавливают поделок из пряжи, которую готовит пехорка. Сейчас дело Елизаветы Терёшкиной перешло в руки её дочери Юлии. Производство продолжает свою работу. Памятную доску открыли перед главным входом на фабрику. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.